Сибири радиостанции 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 Это на вопрос о том Что какие базовые бывают Вот между базовыми станциями Это значит У вас находится радиостанция Дома Диапазон осибири Ну и в дальнейшем Все что я говорю о радиостанции Мы здесь будем говорить о осибири Значит у вас находится радиостанция Дома Стоит выносная антенна На улицу Ну вот, такая, метров на 20 вверх минимум, ну и у вашего товарища, скажем, точно такая же. Вот в таком районе, значит, дальность будет между такими станциями около, от 15, скажем, до 100 километров, в зависимости от местности, от прохождения и прочего, 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 прочего. Ну, в среднем где-то 60-70, это обычное, обычное явление, то есть, беспроблемное. Потом дальше, вот, базовая станция и автомобиль, дальность, опять-таки же, дальность будет зависеть от условий, но в среднем разброс от 15, где-то до 50 километров. В среднем где-то уверенная связь километров 25-35. Значит, базовая станция и портативная себе носимая, так скажем, станция. Тут все печально, здесь 3-10 километров, все. Вот. Потом между автомобилями, собственно, автолюбители, многие из нас, и для многих интересно, как далеко будет между автомобилями работать. Мне поступает много вопросов по выбору радиостанции диапазона УКВ-шного для автомобилей, да, то есть, для работы между автомобилями в колонии или еще как. Но я всегда рекомендую лучше для автомобилей использовать все-таки СИБИ. Связь между авто 5-15 километров. В редких случаях 20 бывает. Дальше между автомобилем и портативной радиостанцией СИБИ, скажем, вы выехали в лес, у вас база будет, грубо говоря, на автомобиле, и там весь лагерь, и вы взяли радиостанцию и ушли куда-то. Ну, вот, между авто и портативной где-то 2 километра, 5 километров, ну, может быть, 6. Все опять-таки же от условий. И портативной, наконец-таки, друг с другом, дальность 1-2 километра. Вот, поэтому портативные СИБИ радиостанции, использовать их именно как радиостанции сейчас, носимые, мне кажется, это несколько нерационально. Точнее, вообще нерационально. И такой вот в пережиток небольшой. Естественно, среди всех этих случаев бывают такие истории, где дальность, то, что я озвучил, превышает, там, в 4-5 раз. Но это очень редко, и это, скорее всего, исключение из правил, нежели, то есть, правило. Дальше, значит, есть ли носимые модели радиостанции более 10 ватт? Ну, собственно, из того вышеозвученного, ясно, да, что, ну, зачем они больше 10 ватт нужны, носимые вообще? И, во-вторых, я не знаю, есть ли они такие носимые, никогда не интересовался носимыми радиостанциями, чтобы они были больше, там, 10 ватт. Потому что смысла в этом не будет. Хоть она у вас будет носимая на 20 ватт, вы все равно будете 1, 2, ну, 4 километра в самом исключительном варианте, я не знаю. Это не нужно вообще. Мое мнение таково насчет носимых себе радиостанций. Так, далее. Стоит вопрос такой про усилители в автомобилях, их называют кирпичами, значит, для того, чтобы бить дальше, чем на, скажем, 15 километрах. Метров 20 между автомобилями. Нужно ли их ставить или не нужно? Тут тема такая, конечно же, несколько скользкая и двоякая. Суть-то заключается в чем? Например, те же таксисты в городе, многие ставят себе кирпичи и дуют там по 50, по 100 ватт. В эфир им не важно то, что у них антенна не настроена, прилеплено где-нибудь на багажнике, под нее там подложена ткань, пакеты, еще что-то, чтобы их не поцарапалось. Все это, естественно, дает просто никакое ксв, и вот они в эту штуку дуют 100 ватт, и чтобы было слышно там базе или еще кому-то. Все, естественно, это они просто засоряют окружающий эфир на очень далеко. И это, так скажем, не очень хорошо. Я не люблю вот эти все усилители и кирпичи на мобильных, скажем, радиостанциях в авто, которые, потому что считают, это лишнее. Грамотно настроена антенна, врезанная, скажем, и проблем никаких не будет. Там до 10 ватт вы сможете прекрасно общаться 5-15 километров без нареканий. То есть я против кирпичей этих. Будет ли эффект лучше или хуже? Вас дальше услышат. Но вы, то что кто-то вас услышит далеко там, не за 15, а за 25 километров, он вам что-то ответит, вы его не услышите просто-напросто. У вас антенна будет не настроенная и прочее. Даже если у вас настроена будет антенна, все равно вы его не услышите. Это, грубо говоря, так скажем, обычно используется с, то есть лишь, чтобы не возиться с настройкой, там, выдавливают это все мощностью. Ну а как мы помним из моих видео, главное в радио у нас не то, что сколько мощности будет лить передатчик, а то, какая будет антенна, качественная или некачественная, настроенная или нет, как, что. То есть основной это антенна. А то, что мощности будете лить, это, конечно, да, но мощности нужно лить раз в 10 больше, чтобы дальность увеличилась максимум раза в 2 больше. Вот, опять-таки же, это все грубо. Поэтому я против всех этих усилителей и кирпичей. Ну, на этом все. Пока что первая часть закончена. Подготовлю дальше вопросы, выберу, да, какие. И сделаю дальше. Я решил не растягивать это на полчаса или более, там, сделать такими вот небольшими, небольшими видео. Да, и под этим видео точно так же можете задавать вопросы касательно себе радиосвязи, радиостанций и прочего. Оставлю линк под предыдущее видео с теми вопросами. Пишите в ЛС, кто стесняется. Спасибо всем, кто задал вопросы, всем, кто написал в ЛС. Огромное вам спасибо, потому что делают для вас. Всего доброго. Пока-пока.